Виновные не спасутся. Книга пророка Иоиля, 3 глава, с 1 по 13 стих. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отраковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое и наилучшие драгоценности мои внесли в капища ваши. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам еленов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их совеям народу отдаленному. Так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят. Поднимутся все ротоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит. Я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата. Ибо там я воссяду, чтобы судить все народы от всюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь. Ибо точила полно, и подточилия переливаются. Потому что злоба их велика. Размышления, часть первая. Божье возмездие. Книга пророка Иоиля, 3 глава, с 1 по 8 стих. Долина Иосафата – это, скорее всего, символическое место. Так как это название переводится как «Яхва рассудил». Бог обещает судить народы за все совершенное ими зло. Особенно за то, что они сделали его народу. И эти народы заслуживают осуждения. Ибо совершали ужасные дела. Делали детей рабами и крали сокровища из храма. Но есть еще одно кое-что очень важное. Ревность Бога за свой народ. Да, этот народ тоже заслуживает наказания. Но Бог всегда стремится восстановить его. Он как отец, который наказывает своих детей и одновременно яростно их защищает. Даже когда их собственные поступки ставят их в опасное положение. Слава Господу за то, что Его нескончаемая любовь служит щитом для всех, кто познал Его. Применение. Почему важно знать, что Бог осудит все зло, совершаемое в мире? Как Господь помог вам, когда вы по собственной вине оказались в опасности? Размышления, часть 2. Цена коварства. Книга пророка Иоиля, 3 глава, с 9 по 13 стих. В данном отрывке Бог демонстрирует народам свою неукротимую силу. Даже перековав все орала на мечи, эти так называемые могучие народы не смогут сравниться с Господом воинств. Стих 13 рисует яркую картину того, какое наказание должны понести люди за свое коварство, и указывает на вечное страдание для тех, кто отказывается от предлагаемого Богом дара спасения. Этот стих ярко контрастирует с Иоилем 2, 24. Те, кто упокоился в Господе, обретут вечный мир, но те, кто противился Ему, никогда не обретут Оного. Давайте же призывать тех окружающих, кто еще не познал Господа, чтобы они обратились к Нему в покаянии. А также продолжать просить Бога исследовать наши сердца и вовремя являть нам даже самые маленькие намеки на бунт против Него. Применение. С кем Бог призывает вас сегодня поделиться благой вестью? С какими преградами вы сталкиваетесь, пытаясь обрести Божий покой? Молитва. Бог Отец, прости, что я порой бунтую против Тебя, чем подвергаю себя опасности, но благодарю, что Ты наказываешь меня, борешься за меня и освобождаешь меня, и теперь я могу наслаждаться Твоим покоем. Господь, дай мне сил, чтобы я мог и других призвать к покаянию перед Тобою. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok